Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Потерянный рай. Мраворная группа Гаттерен. Группа эта не без оснований считается лучшим скульптурным произведением французского скульптора Гаттерен. Она находилась в Парижском салоне в 1881 года и обратила на себя всеобщее внимание. Момент, выбранный художником, тот, когда Адам и Ева в первый раз размышляют о последствиях падения. Адам сидит, он наклонил свою голову с видом полной грусти и раздумья. Свою левую руку он положил на плечо Евы, которая, привстав около него, облокотилась на него, как на покровителя. Она, видимо, не понимает еще хорошенько всех последствий своего поступка. В ее лице можно читать скорее удивление и боязнь перед неизвестным, чем сожаление о сделанном и непоправимом преступлении. Ее тело замечательно по красоте форм и гибкости. Некоторые части его, в особенности бедра, неподражаемо выполнены. Все обаяние группы происходят из резкой индивидуальной выразительности лица Евы, которую скульптор изобразил не молодой девушкой, как это делают обыкновенные художники, а женщиной в самом расцвете молодости и красоты. Адам представляет не только замечательную фигуру, его поза очень выразительна и формы тела прекрасны, но линии, образуемые ими, не так хороши. Чтобы получить истинное впечатление от группы ее, нужно смотреть с той стороны, где находится Ева. Эта группа была куплена городом Парижа. Гатерен родился в 1840 году в крестьянском сословии. Первоначальное образование он получил в одном монастыре по протекции. Он мог поступить учеником в мастерскую скульптора Гюмери. Уже с 1867 года его произведения стали появляться в салоне и обращать на себя внимание публики и знатоков. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова